ПРОГРАММА КИТАЯ В отчете Зенца также представлены первые свидетельские показания о том, что уйгуры, отказавшиеся от этих государственных должностей, были отправлены в лагеря. Такое давление является незаконным в соответствии с Международной организацией труда, членом которой также является Китай. Зенц – антрополог, который с 2018 года упорно документирует нарушение прав человека в отношении уйгуров, используя документы правительства Китая, раскрытые полицейские файлы и показания очевидцев. Китайский технологический гигант Huawei, который приложил руку к политике геноцида, проводимой Китаем в отношении турок-уйгуров, выбрал Турцию в качестве базы для выхода на европейский рынок. Заявление Huawei, направленное в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая, подтверждает, что уйгурские турки разрабатывают технологии, позволяющие обнаруживать людей с помощью искусственного интеллекта. Huawei не только следит за уйгурами в концлагерях, но и разрабатывает технологии, которые могут определять, есть ли уйгуры среди пешеходов, идущих по улице. Многие демократические государства приостановили свои соглашения с технологической компанией Huawei, которая игнорирует права человека. Несмотря на все это, в рамках Китайско-европейского форума лидеров, который Huawei провел неделю назад в Пекине, подчеркивалось, что Турция находится в приоритете для китайских компаний, чтобы в дальнейшем выйти на европейский рынок. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев встретился с главой государства Китая Си Цзиньпином в столице Пекине. В ходе встречи стало известно, что достигнута договоренность о повышении уровня отношений до стратегического партнерства при любых обстоятельствах. Си Цзиньпин и Мерзиёев подчеркнули важность скорейшего начала работ по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая должна стать важнейшим межрегиональным транспортом и маршрутом в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Министр энергетики Кыргызской республики Тайлайбек Ибраев на встрече глав местных автономных органов власти и ректоров университетов, в которую вошли члены Кабинета министров Кыргызской республики, представил новые проекты, которые страна будет реализовывать в области энергетики. Министр Тайлайбек Ибраев в своем выступлении на совещании отметил, что в Кыргызстане будет построено 6 ветряных и 9 солнечных электростанций. Заявление Швеции о вступлении в НАТО было опубликовано вчера в номере официальной газеты после того, как парламент Турции принял его за подписью президента Реджепа Таипа Эрдогана. Одобрение членства Швеции в НАТО произошло после того, как президент США Джо Байден направил письмо влиятельным лицам Конгрессии, в котором сообщил о своем намерении начать официальный процесс уведомления о продаже Турции истребителей F-16. Представитель военного крыла Хамаса Боубайдес заявил, что на прошлой неделе в секторе Газа отряд частично или полностью уничтожил 68 военных машин, принадлежащих израильской армии. Отметив, что 53 израильских солдата были застрелены с нулевого расстояния, а 9 солдат застрелены снайперами, Абоубайдес заявил, что бойцы Хамас ранили десятки израильских солдат в 57 атаках, совершенных на прошлой неделе. Субтитры создавал DimaTorzok